Приветствую вас, я бы для начала рекомендовал бы почитать вам правозависимость, всю зависимость точнее, вот, в отношениях, потому что вы слишком сильно зависимы от своего молодого человека, слишком сильно вы в нём нуждаетесь, слишком сильно вы хотите от него чего-то для себя, вот, ну на мой взгляд это абсолютно неприемлемо, потому что разрушает, это вас разрушает, вы сами это видите. То есть, мужчина, он недвусмысленно выражается, говорит о том, что ему нужна свобода, если вот на данный момент, сейчас ему нужна свобода, вот, ну как бы в большей степени, да, ему сейчас нужна свобода, вот, он как бы показывает вам своё, как бы настроение, да, вот, а вы его как будто бы не слышите, вы его как будто бы не воспринимаете, а продолжаете, собственно говоря, гнуть свою линию, что на мой взгляд, ну опять же, абсолютно деструктивно для вас, потому что таким образом вы ничего не добьёте, вот, от мужчины, по крайней мере, таким образом вы ничего не добьёте, вот, соответственно, давайте подумаем, давайте подумаем, давайте подумаем, вот вы пишете человеку по поводу того, что, мол, вот, ты меня разлюбил, может быть, у тебя есть другая, вот, и так далее, с чем это связано? То есть, с чем связано то, что вы так себя ведёте, ну, ведёте с ним, с ним? У этого должны быть какие-то причины, ну, к примеру, да, к примеру, ваша нереализованность, к примеру, ну, просто, к примеру, вы не реализованы сейчас, то есть, у вас нет чего-то, чем бы вы, к примеру, занимались бы сами, сами, да, то есть, нет чего-то, чем бы вы занимались бы ради процесса, с полной самоотдачей, допустим, и так далее, вот. Вот. И у этого тоже, наверное, есть свои причины, почему так происходит, вот. Поэтому я рекомендовал бы вам больше именно обращать внимание сейчас на себя, на то, что вы хотите, на то, что вам нужно для себя, вот, ибо молодой человек, он, в общем-то, может, переживать, у него могут быть свои проблемы, у него могут быть свои трудности, это нормально, вот. Ваша задача понять, почему вы выносите ему мозг, почему вы это делаете, вот, какая ваша основная задача. Потому что мужчина отдалился от вас по той простой причине, что он чувствует, он чувствует, что вы нацелены на себя, не на него, а на себя. Именно поэтому он от вас и отдалился сейчас. Вот. И, соответственно, чтобы вновь его вернуть, вам нужно показать, что вы вполне себе обходитесь без него, что вы вполне можете жить самостоятельно. Вот. Вот. И показать ему свою самостоятельность и показать ему, с дождем вы на него, ну, грубо говоря, не давить. Вот. Вот. А для этого, для того, чтобы это стало возможным, вам, конечно же, необходимо развивать свои личные качества, вот, и самодостаточность. А может быть имеет смысл поработать над вашими потребностями, потребностной сферой, вот, которая сейчас у вас явно, значит, страдает, потому что все ваши потребности, да, они связаны исключительно с мужчины, вот, ну, как я понял, по крайней мере, вот, а так быть не должно. Вот. Таким образом, улучшить отношения вы сможете только после того, как больше внимания будете уделять именно самой себе. После того, как больше внимания вы будете уделять себе своим интересам и меньше будете заострять внимание на человека. А почему это так важно? Потому что мужчина сейчас не способен дать вам того, что нужно. Мужчина, у мужчины и так сейчас слишком много ожиданий по отношению к нему, вот, и, возможно, еще ваши ожидания, ну, ему никак не нравится, он никак не привлекает, и кажется ему, что это еще больше создает ему проблем. И это, надо сказать, правомерно для человека, да, вот, поэтому, чем сильнее вы будете на него давить, чем сильнее вы будете оказывать на него свое давление, тем больше он будет от вас отдаляться, к сожалению, ибо по-другому, к сожалению, не бывает. Так что смотрите и решайте сами, да. Ваши желания, которые у вас есть, именно желания, именно, вот, потребности, именно, может быть, какие-то страхи, вот, вы пишите, что, может быть, нашел он другую, то есть, задаете ему вопрос с такого плана. Это, это ревность, а ревность, это неуверенность в себе, как правило, вот, то есть, на мой взгляд, нужно, в первую очередь повышать вашу, значит, ну, повышать вашу опынку, самую опынку, вот, понимаете? Понимаете? Вот такая вот история. Такая здесь история. Если вы хотите, чтобы у вас соотношения были качественными, то нужно лично снарасти. А для этого необходимо поработать с вашими страхами и вашими желаниями, вот. То есть, с тем, что конкретно вы пытаетесь реализовать за счет своего молодого человека, вот. Тем более, что вы, знаете, знаете друг друга не так долго, да, то есть, последние полгода, вот. Но, тем не менее, у вас уже, вы даже в каталке ходите, мысли постоянные и так далее, вот. Вот такая вот история. Ээээ, спросите себя, почему вам так важно быть с мужчиной и почему вам так важно, чтобы он по вам скучал. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Чтобы поддержать messed 구독. Аплодисменты поможет ли я выбрать на сухую? Ск Bourget. Мне потом придет перейдеть в курсе.